Всем привет! Моё утро начинается со стирки. Пока ещё есть свет и идёт вода. Вот стираю руками всякие Алисины костюмчики, которые в машину не засунешь. Видите, какие принты? Такое в машинку не сунешь. Машинка тоже стирает. Вот уже перестирала Алискин зелёный костюмчик, ещё там некоторые. Вчера в магазине Алиса увидела вот такую же чашку, похожую на тарелочки, и сказала, ой, какие хорошенькие, как бы я себе хотела. Я думаю, здрасте. Ходит, чистит зубы, но она, правда, чистит зубы сейчас больше с этого Бравла. Бравл старт, у неё чашка. Но всё равно, у неё такая же чашка дома стоит, она говорит, хотела бы. Может, из-за блюдечка, конечно, она хотела. Дети готовят Кате на завтра сюрприз. Вот, что у нас тут сейчас на полу. Вот столько уже понадували. Я постирала Алисе два платья завтра на выбор надеть на день рождения сестры. Может, она и то, и то наденет, не знает. Одного отворились цветочки. Вот они отдельно. Тут нужно будет или клеить, или пришивать. Ну, в принципе, это не проблема, можно сделать. Вот так вот. Сейчас едем по делам, Алиска вылезла. И я люблю тебя. Иди домой, чтобы я за тебя не переживала. Алис, давай, папа суп налил. Жопка маленькая, надела кепку и вернулась. Я ругала, что без кепки. Хочешь, поехали с нами? Да. Да, мам, ну, мы по-моему сюда тоже отменили. Да. Алиса решила ехать с нами. Алиса сестре подбирает одежду, мы в Бершке. Предлагает, говорит, не хочешь такие, не хочешь такие. И Сиро уже что-то ношу. А, с Мишкой. Тут в Бершке такие. Hello, Kitty, но на взрослого человека. Элька. Что она модно сейчас считается, с таким детским рисунком ходить. Алиса попросила себе купить маечку размер XS. То есть это уже взрослый размер. И еще вот такой чокер попросила. Вот здесь она увидела эти чокеры. Я думала, она красное сердечко захочет, а она захотела почему-то серебряное. Я бы, наверное, в детстве красное выбрала. Ах, ты поцелуйчиком закрыла. Смотри, я видел, я видел, я видел. Новые шортики еще? А то, я понимаю, девочка пришла на шопинг. Я очень хочу. Можешь? Что хочешь? А можно ли, пожалуйста, новые шортики еще? Ну что, нашим Адаму с покупочками. Пойдем покажем, что ты там купила, да? Пошли. Да, я хочу переодеваться и одеть шорты еще и новые ботинцы. Переодеться хочешь? Можно? И Сереже мы еще очки купили тоже. Пошлите, идем. Хорошо, мама? Да. Идем? Модница. Смотрите, какая чика. С сумочкой. Очки-сердечки, да? Так, а мы стяжечку вот эту не смогли снять? А, и вот это надо снять. Очки-сердечки, шляпа-арбуз. Вот такая сумочка. А что там в сумочке, покажешь? Вау. Тут такие украшения красивые. Хочешь надеть? Да. Сережа попросил очки с Бэтменом. Покажи мне этого Бэтмена. Вот он сбоку. Ну, ничего не замечает. Подавите на очки внимательнее. Ничего не замечает? Нет. А что надо заметить? А? Ну, и что? Ну, объясни, я не понимаю. А ваша была листка? Ну. Что они серенькие вот это или что? Так. Где была? Вот эта, видите, вот эта штука с креном. А у меня нет ее. А. А, стяжки у тебя нету. Че? Ну, я их отгрыз. Отгрыз? Да. Понятно. Помочь тебе? Да. Да, помоги, откройте, да. Тут, наверное, потянуть. Вот такие обалденно красивые украшения. Сейчас примерит, Лисочка. И даже новые шлепки себе купила для пляжа. Говорит, я вся новенькая. Вот такое вот украшение было в сумочке. И еще такой браслетик. И колечко. Но колечко на Лисочку очень большое, поэтому мы на большой пальчик надели. Такие украшения. Их можно назад в сумочку сложить, да? Потому что Алиса хочет идти в чокере. Арбузик. Мне шортики очень эти нравятся. Такая летняя, да, мысль? Прикольно, необычно. К нам пришли Даша с Надей. Да, не зря Алиса захотела ехать. Алиса захотела. Да, да, да. Розочки. Да. Нежные. Это было. А там должно... А, просто высыпается? Я думала, что там коробочка. Нет. О, и шорты такие. Вот это мне нравится. Вот такой именно, поняла? Они дышат, и они такие ткани. Мне вот это очень нравится. И сердце, оно... Ай, сильно прям дама. Тебе не хочется. Смотри, поцелучки. Ну, все модно. И арбузики. Слушай, я так арбуза хочу мать. Я не могу. Люди, я так хочу арбуза. Смотрите, вот эта кофта с поцелучиком, это из Бершки. Взрослая кофта XS. Самый маленький размер. Девчата растут. Она говорит, вот эту кофту мне надо. Поцелучик. Такая вся прям засмущалась. Ты глянь. Как это? Оно завязывается, типа, от у сердечка? Да, это чокер. Это ж чокер. А, господи. А почему же я купила очки Бэтмена? Повернись задом, покажи. Как у тебя завязывается. Сейчас покажу. Ой-ой-ой. Ух ты, вот так же чокеры завязываются. Алиса, ты дашь мне под платье? Красивое платье у меня есть. Мне подарили. Вот эта сумка была. Дядя Хостя подарила. Дашь мне поносить? Да, один раз. Смотри, вот эта сумка была с вот этими украшениями. Видишь у нее на руке? Это все в сумке было. Там и колешка есть. Один раз под платье. Я один и тебе верну. Дашь? Да. Ну, ты красивый. Один. Я только... Просто платье выгулять. Не, 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 не. Ну, а очки? Нет. Нет. А примерять? Да. Да не буду, потому что мы не на мою эту и лопнуть. Вау. Красотка. Такая мурная. А вы уже покупали арбуз в этом? У вас сумочка. Алис, давайте сегодня большие киндеры возьмем. Вот эти. Бери. Мама, а можно возьми? Вот, давай, вот, Алис. Бери. А можно я возьму маленькие и большие? Хорошо. Нет, три штуки возьмем. Или три, или четыре, блин. Четыре. Мама, подержи. Алис, ты хочешь тик-так? Да. Алис, погоди, мне надо еще один взять. Выбери. Короче, мы сегодня покупаем большие киндеры. У нас нет света. Мы, конечно, запустили генератор. И Лисюшка тут такую лампочку включила. Я спрашиваю, ты помнишь, кто тебе ее подарил? Алиса говорит, не помню. Я говорю, ты была маленькая, тебе ее Настенька сделала на заказ. Вот такая лампа, где лисенок. Я буду вспоминать про Настю, пока она летает. Да. Больше смотреть на лампу и вспоминать. Я тоже. А где написано? Алиса где-то была? А, вон где написали. Где? А вон. А, да, Алиска. А Алиска написана. А если я вымыл эту зарядку, она будет светиться? Нет. Не будет. Это только изверт. Я хочу вспомогать про Настю. И я. Настеньку. Я буду вспомогать про Настю. Ты скучаешь по Насте? И я. Я буду вспомогать про Настю. Я на вас свечу, чтобы вас видно было. Это вообще вас не вижу. Настя. В темноте. Настя. Ничего, Настя уже. Настя уехала. Скоро приедет. А что, лето скоро пройдет? Ну, поллета уже прошло. Катин день рождения ровно через поллета. Катин день рождения рождения рождения. Ты хочешь тоже? Ну, а как песенка? Мне понравилась. Прикольно тоже. Говорят, понравилась Наде. Надя себе на звонок такую поставила. Мама. А? Можешь, пожалуйста, теперь включить одну песню? Да, я еще сейчас включу. У нас уже следующий день. Катюшин день рождения. Да, сегодня понедельник, 15 число. И мы с Костей едем за ее главным подарком. Очень скоро вы узнаете, что это. Катя еще спит. У нас появилась огромнейшая проблема. У Алисы вечером стукнуло 37,7 температура. И очень сильно болело ухо. То есть у нее ухо болело и до этого. После купания в речке она там переныряла. Она замерзла, и она никак не хотела с Сашей, с одноклассником играла, никак не хотела выходить. Я ей уже говорила, Алиса, ты вся замерзла, у тебя уже зубы стучат. И она еще и хлебнула воды там очень хорошенько в той речке. Вода же там, конечно, не чистая. И вот это мы вернулись. У нее на следующий день она проснулась, у нее слезился глаз и болело ухо. К вечеру у нее бахнуло 37,7 температура и очень сильно болело ухо. Она аж плакала. Я говорю, Алиса, завтра поедем к доктору. Я сегодня записала ее к двум врачам. И к лору, и к обычному педиатру. Ну а что делать? День рождения, день рождения. Много ребенка показать врачу, это святое. Я дала ей на ночь нурофен. Потому что подумала, 37,7 конечно не стоит сбивать, это невысокая температура. Но я подумала, что он снимет воспаление в ухе. И да, она с утра проснулась и говорит, ухо уже не болит. Но все равно мы поедем, потому что глаза у нее, с утра глаза все равно. Она говорит, ну типа как закисают, я не знаю. Они не красные, ничего. Но что-то происходит. Что-то она какую-то бактерию, наверное, в речке все-таки схватила. Поэтому мы сегодня должны обязательно попасть к лору и к обычному врачу, несмотря на наш праздник. И сейчас мы с Костей немного нервничаем, потому что мы едем, я же говорю, закатенным подарком. Вы все узнаете в следующем влоге. Поэтому этот влог очень коротенький. Извините за это. Все остальное очень скоро узнаете. Всем пока!